Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Пикудей. Человек живет в этом мире и все время планирует. Но однажды перед ним открывается совершенно иная реальность. Та, которую создал Всевышний. А точнее, та, которую мы создали в его мире. И эта реальность не похожа на то, что планировал человек. Не похожа на то, что строил человек всю жизнь. И когда человек обнаруживает, вдруг, свою ничтожность перед небесами, перед происходящими мощными событиями, ему кажется, что перед ним развергается преисподняя. Но морально называл преисподнюю геномы. Это словом отсутствия, несуществования чего-то. Говорил Маше Шапира очень интересную вещь. Что человек вкладывает время, деньги, жизнь, здоровье в несуществующие воли Творца вещи. Ему кажется, что он идет правильной дорогой. А потом его останавливает жизнь. Он вдруг смотрит. Всегда это происходит, в крайнем случае, через 120 лет. И он постигает полную ничтожность того, что делал. Ему казалось, что он занимался серьезными делами, а на самом деле это все пустота и пыль. И вот когда человек... Кстати, написано, что именно страдание человека после смерти в геноме, имеется в виду осознание собственных неправильных поступков. Нам показалось, что мы уже очень удобно устроились в этом мире. Новые сериалы, новые айфоны, предсказуемо все. Все беды позади. Главная задача накопительства, главная задача движения. Потихонечку все тут так хорошо, так красиво, все в порядке. Легализованные гей-парады во всех странах мира. Попираются все мыслимые и немыслимые духовные законы. Мы разрушали мир и думали, что она нас не касается. Так было всегда. И мы не извлекли из этого никакого вывода. Нет больше старого мира. Вы знаете, я смотрю, старого мира нет, не существует. Шаги Машеха все ближе, мы видим их на себе. Но пока, к сожалению, они выражаются в ужасах и гибели людей. Именно сегодня главное не сидеть, опустив руку. Не сидеть, просто уперевшись в точку и думая, как все плохо. Рамбам говорил, что человеку следует относиться к поступкам своим, как к действию, значение имеющих для всего мира. Нам кажется, что маленький наш шаг в пользу духовности ничего не принесет. Принесет еще и как. Только надо его сделать. Говорят наши мудрецы, что тот, кто хочет спастись во времена перед приходом Машеха, пусть занимается Торой и благотворительностью. Тора это духовность, заслуга изучения Торы, был создан мир. А почему благотворительность? Потому что если нарушишь она, мы всегда читаем молитву. О чем? Мы пишем, что молитва, раскаяние и дзака отменяют плохие приговоры. Если человек ведет себя качеством только суда, все время обвиняя, все время настраиваясь против на мир, то небеса его судят тоже по качеству суда. Но чем больше милости проявляет человек другим, тем более милосердно судят его. Сегодня нельзя опускать руки, сегодня выход есть. Наше страшное время, когда неизвестно, что принесет новый день, нет времени заниматься постепенным возмышением себя со ступеньки на ступеньку, как в нормальное время. Нам сейчас необходимо раскаяние коротким путем, как называли наши мудрецы, приобрести грядущий мир за час. Надо разрывать небеса своими усилиями какими-то. Общее излишение грешников методом скорой помощи написано. Есть четыре пути. Это должно быть четырьмя путями. Первое. Изучение Торы, то есть духовности. Усиление в себе духовности. Второе. Изучение мусара. Духовных законов. Это нравственность, законах о нравственности. Книги о мусару, хайфисхайма и другие. Третье. Это привычка сокрушать, вырабатывать в себе привычку сокрушать неверные желания. Они разрушают мир. То, что нас тянет не в сторону добра, разрушает мир. И надо уметь это разрушать, особенно сегодня. Четвертое. Самое важное. Увеличивать благодеяние. Пытаться что-то сделать. И еще. В эти дни нужна молитва. Настоящая молитва. Разрывающая небеса. И надо помнить, что вопреки ошибочному мнению, молитва, это не производное отчаяние. Это производное надежды. Горечь и боль, это не отчаяние. А вот грусть и печаль, это аспекты отчаяния, вытесняющие радость из нашего сердца. И с этим надо бороться, как со смертельным врагом. Трудно, почти невозможно, но обязательно нужно. Дорогие друзья, мы сегодня всем, кто... Я открыл фондовую программу еще одну. Для тех, кто будет выезжать сегодня из Анатевки, кто пытаться будет эвакуироваться через этот город, мы будем выдавать каждому по тысяче долларов с собой, чтобы он мог хотя бы по дороге что-то купить и сделать. Это наш еще один клад со вчерашнего дня. Браха вы от слаха, да прекратятся войны на земле. Всего самого лучшего.